2-я гвардейская стрелковая дивизия летом 1943 года вела кровопролитные бои на Кубани. Бойцам и командирам этого подразделения было поручено атаковать противника на так называемой «голубой линии обороны», которая изобиловала минными полями, проволочными заграждениями и всевозможными дотами, дзотами, пулеметными и орудийными окопами. В одном из этих боев особо отличился сын эстонского народа Лаар Иосиф Иосифович. 7 августа возле хутора Ленинский Крымского района, проявляя образцы мужества и героизма, он в числе первых ворвался на высоту 167,4 и со своими товарищами очистил передовую траншею от пехоты противника. В этом бою гвардии красноармеец Лаар пулеметным огнем уничтожил 9 гитлеровцев и забросал гранатами пулеметный расчет, но дальнейшее продвижение гвардейцев было остановлено. Два дзота, которые не были замечены сразу, открыли катастрофически точный и губительный огонь по советским бойцам. Тогда командир взвода приказал товарищу Лаару уничтожить эти пулеметные точки. Выполняя приказ командира, Иосиф Иосифович смог подползти к одному из дзотов. Он бросил гранату, которая убила 7 немцев, находившихся возле в окопе, а потом точным броском закинул смертоносный заряд и внутрь инженерного сооружения. Раздался оглушительный взрыв, и немецкий пулемет замолчал, но оставался еще и второй. Подползая к другому дзоту, Лаар не успел бросить гранату, а был замечен немцами. Они упредили красноармейца и сами бросили в него гранату, осколками которой красноармеец был смертельно ранен в живот. Из последних сил, вложив вывалившиеся внутренности обратно, товарищ Лаар подполз к огневой точке и схватился руками за ствол пулемета, отводя его в сторону, чтобы пули не были страшны его товарищам. Сам же он навалился на амбразуру своим телом. Пока немцы отталкивали тело героя, советская 4-я рота поднялась в атаку, уничтожила пулеметный расчет в Дзоте и ворвалась во вторую линию обороны, которую также зачистила от фашистов, уничтожив при этом до 60 солдат и офицеров вермахта, и 16 пулеметных и минометных расчетов. Когда бойцы и командиры роты подбежали к товарищу Лаару, то он был еще жив. Из последних сил он им сказал, «Я умираю, бейте немцев беспощадно, отомстите им за меня». Так героически в боях за социалистическую родину пал смертью храбрых сын эстонского народа. После смерти героя с почестями захоронили в братской могиле в городе Крымск Краснодарского края, а 25 октября 1943 года Лаару Иосифу Иосифовичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно. Кстати, Иосиф Лаар был уроженцем села Подгорное Ставропольского края. Родился он 6 июня 1905 года в крестьянской семье, получил 4 класса образования, работал на железной дороге, а в 1941 году был призван в ряды Красной Армии. Друзья, если вы хотите поддержать данный проект, подписывайтесь на Бусти, ссылка в описании. До свидания.